Бич так бич, называть буду прямо, он меня понимает толк, но работает, Паша, тут прямо, как сепной запаленный волк. Борису Шлюкову, 75, служил на Черноморском флоте, работал корреспондентом, потом геологом. И вот уже 20 лет его дом – это улица. В ночлежке на Чехово дописывает свой очередной сборник стихов. Как бог на руку, любым, и ливрам, и белым, и беливрам, и ямбам. А так у меня как на руку положат, и в пять строчек получается, но японскую току, конечно, не осилил. Любовной лирики решил изменить. Говорит, после 70-ти хочется писать больше о политике и бренности бытия. Каждый день вместо попрошайничества он идет в библиотеку. С охождением по мокам Алексея Толстого летят часы. Переосмысление рождает новые строки. От дешевых масок лицемерия, глупого и пошлого вранья, в эти дни жестокого безверия, в книги ухожу сегодня я, в мир, где правит красота и совесть, где смешались зло и доброта, ухожу сегодня в чью-то поезд, где осуществляется мечта. Поэт должен быть голодным, поэтому попадающие к нему деньги в первую очередь тратят на тетради и ручки. Кстати, пишет только Шариковой, иначе муза начинает капризничать. Не реализованы возможности всего лишь. Сейчас поздно реализовывать, а может не поздно, кто его знает. И не востребован в какой-то степени. Когда был востребован, не считал это серьезным. Прогуливаясь по парку, поэт заимствует вдохновение у природы для нового творения, монументальной фантастической прозы о своей жизни. И мечтает Борис Васильевич хотя бы о старенькой печатной машинке. Приятно будет созерцать свое изображение на экране. Ах, телевизор, что скрывать? Все уж, чем он заранее. Спасибо, Борис Васильевич, за такие слова. А мы, в свою очередь, от своей редакции хотим подарить вам вот такую стопку белой бумаги, чтобы вы никогда не теряли вдохновение, и ваши труды рано или поздно все равно были востребованы. Спасибо, Света. Для меня это очень хороший подарок. Самое главное, что ценный. Ну, а с удивительным человеком пообщалась Светлана Доброхотова, Денис Ромашов. День в событиях. Продолжение следует...